Всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале и с вами Виторган 177. Сегодня у нас с вами карта на обзоре будет. И называется она Шиприк Скамбли. А нет, Скрамбли. Значит на карте у нас один гараж, один лесоповал, две точки погрузки, две заправки, пять пилорам. Автором данной карты у нас является Курт Джестер для версии 25.12.15. Ну, спавнимся мы с вами уже на локации гаража. Так, это я скидываю. Так, на локации гаража. Гараж у нас куда-то почему-то закопанный. Вот. Также у нас здесь с вами сразу же стоит четыре автомобиля. Это ЗИЛ-130, на УАЗ-469, ГАЗ-66 и КАМАЗ-6522. Так. Ну, обзор я, наверное, буду записывать на УАЗе. На УАЗе мы поедем. Поехали на УАЗе. Что у нас здесь на карте? На карте. На карте у нас здесь все черным-черно. Ничего не видать. Но при выборе карты я уже, в принципе, видел то, что она сделана из островов. Давайте поедем налево, что ли. Сделана из островов. Главное, чтобы были переправы с острова на остров. С острова на остров. Давайте еще раз налево. С острова на остров были переправы комфортные. О-о-о. Как козел горный. Тык-тык-тык-тык-тык-тык. Первая точка. Ну что ж, достаточно нехило она так открыла. Ну вот она идет, дорожка на остров тот. Давайте поедем дальше по этой дороге. Грязи я пока что не наблюдаю. Это меня пока что радует, по той простой причине, что я на УАЗике. И любая, в принципе, незначительная даже грязь, может показаться нам критичной. Просто-напросто застрянем и вылезем. Но благо у нас есть там еще шишига полноприводная, что называется. Вот два автомобиля пока что я наблюдаю на этой карте полноприводных. Это УАЗик и шишига. 130-й и КАМАЗ-6520, они заднеприводные. Один 6х4 с колесной формулой, другой 4х2. Но если автор поставил вот эти автомобили, я про 130-й и КАМАЗ-6520, то, наверное, грязи мы здесь особо-то и не будем наблюдать, скорее всего. По той простой причине, что возить бревна... Так, вот у нас первая дорога, уходящая налево, то есть уходящая вброд. Так, ну нет, попозже туда проедем. Вот. То есть автомобилей-то так таковых-то, тянучих-то, для леса-то и нет. По большему счету можно возить у нас здесь только бревна на 130-м. И на 65-20. То один, что второй, я еще раз повторю, заднеприводные, неполноприводные автомобили. И в грязи на таких автомобилях, честно говоря, мне кажется, несколько проблематично было бы возить бревна. Так, дорога налево. На пилораму, скорее всего. Давайте проедем. Тут надо как-нибудь аккуратненько. Тут мостик прям такой узенький-приузенький. Я, честно говоря, даже слабо представляю, как... Стоп. Стоп. Как на нем проехать можно будет с бревнами. Во. Приехали мы с вами на пилораму. Куча пеньков. Спрашивается, зачем сюда везти бревна, если здесь и так уже пеньков хватает. Ну, на мой взгляд, пеньки должны все-таки преимущественно торчать на лесоповале. Ну, или на точке погрузки. Это, в принципе, по большему счету без разницы. Так, давайте, наверное, возвращаться. Я не знаю, через лес-то я не проеду, скорее всего. А может, проеду. Так, куда мне ориентировочно? Давайте вот сюда. Лес густой. Ну, на УАЗике, я думаю, проедем. Упс. Веточка мешает. Так, что-то здесь как-то сыровато. О, мы уже к точке приехали. Офигеть, вот эта скорость. Не, на УАЗике классные ездить, конечно. Че. Во. Ух ты, ёпшкин, кудряшкин. У нас здесь К-700 есть. Давайте-ка отсюда выкозюливаться. И проедем К-700. К-700 это уже что-то с чем-то. Там заправочка. Заодно глянем, что там заправка. И установлен ли... Установлено ли на К-700 аддоны? Да. Установлено приблуда. Так, урон у нас здесь, да? То бишь, его надо ремонтировать. Нефункционален он у нас. Так, ну, отсюда нам придется, наверное, выбираться стопудово по дороге. Да, поехали по дороге. В обратном направлении, ребят, пилим. Так, заправимся. Время переведем. Мы поедем, мы помчимся. На УАЗах утром раним. И отчаянно ворвемся. Ну, а куда ворвемся уже, как карта ляжет. Не, я хотел бы сказать, что вот в таких местах, в таких местах... Ну, кстати, здесь есть грязь, но проехали мы очень даже удачно. Вот здесь вот можно было бы, конечно, немножко затемнить водичку. По-моему. Уж какая-то она в грязи больно светлая. Так, там мы были на пилораме. О! Админ моей группы. Спинтайр из пошел. Тоже решил поиграть, наверное. Так, нам сюда, я так понимаю. Ну да. Ну, грязи, походу, нет под водой. Едем просто по двердой поверхности. Я этому чрезмерно рад. Честное слово. Карта у нас, судя по всему, сделана из дефолтных объектов. Ничего здесь стороннего нет. Вот, точка погрузки, ребят. Точка погрузки. А на нее-то как проехать-то? Вот здесь, что ли, брод? Возможно. И вот здесь тоже должен быть брод. Теоретически. Ну, поехали. Посмотрим, куда нас тропинка приведет. Ну, это вот, знаете, вот смотрите, строение тут стоит. Для тех, кто притомился, либо нужда какая приперла. Можете воспользоваться. Вот дорога. Ходит куда-то. Типа, ну не дорога, а наверно как просека. Куда-то здесь направо. Я вижу на карте здесь как просека. По-моему, вот это. Ходить уже грязновато. Во что я там? Блин, кто тут елки раскидал? Блин, ну уазики, честно говоря, туда-обратно ездить по грязи не очень хочется. Потому что он выкопает такую яму сейчас под собой, что я вот потом никуда не проеду. Да, здесь явно дорога. Но очень много валяется елок. Уазе достаточно проблематично. Но реально. Самое печальное будет, то, что я сейчас туда, куда я приеду, там я нифига не проеду. Это будет самое печальное. Честно говоря, мелководие-то я здесь особо-то не наблюдаю. Хотя где-то оно должно быть здесь. Это мелководие, теоретически. Давайте потихонечку попробуем. Потихонечку на повышенной. О, нет. Мне кажется, уазик здесь не пройдет. Ого-го, вот здесь помельче. Смотрите, я проехал, офигеть. Вот это да. Вот это уазик. Немножко, правда, подуронились. Критично. Вот точка. Давайте поедем к ней. Вот чем мне нравится на уазике обзор записывается, то, что на нем ездить можно по карте как вдоль, так и поперек. Да, здесь такой холмина, что фиг здесь проедешь ни в поле, ни в поле, ни поперек. Попробую забраться на эту гору. О, а здесь дорога, оказывается. А я еду по принципу не ищу легких путей. Вот. А тут, оказывается, дорога есть. А дорога у нас привела к вышке и к точке разведки. О, заправочка. О, 7310, ребят, у нас здесь стоит. А к заправочке мне как... Типа как-то вот так, наверное, да? Ну, не знаю, что-то как-то я вот не горю желанием вот так вот ехать. Течет ручей, журчит ручей. Попробуем вот сюда вот приехать. Ой. Вот сюда приехать. Так. Ой. Ну, что, попробуем дерзануть ручеек этот. Э-э-э. Какой-то крутой ручеек-то. Эх, нет. Вот это подстава. Блин, вот в каком-то ручейке, ребят, перевернулся. Вообще печаль печальная, что называется. Так, ладно. Вот у нас с вами гараж. Берем-ка мы с вами, наверное... Чтобы взять. Давайте возьмем 6520. Да, все, больше ничего не заправишь у нас. Плохо. Мало топлива. И поедем-ка мы теперь с вами в другую сторону. То мы вот сюда вот налево с вами свернули, а сейчас мы поедем в другую сторону. Вау. Нифига себе. Что-то я уже напрягся, если честно. Блин, надо было свернуть налево. Ёкарный бабай. Точка. Она где-то там. А давайте попробуем проехать к ней. Заблокируем дифференциалы. На всякий случай. С топливом как бы не шибко хорошо. Заправки у нас две и обе находятся в противоположной стороне. Поэтому риск может быть не оправдан. Ну что ж, достаточно комфортно проехали. Так. Так-так-так-так-так. Пилорамку вижу. Давайте по этой дороге так и поедем. Так. Ну, К-700 здесь расположен, наверное, все-таки как вот вспомогатор такой, знаете. Потому что все-таки... Хотя 7310 есть. На 7310 здесь можно все пройти. По-моему, 6 очков у нас у него грузится. Ой, а что-то пилорамка-то в воздухе висит. Как нехорошо-то получилось. Да. Немножко надо было грунтик-то здесь приподнять. Приподнять, да. Но ничего страшного. Я думаю, на ошибках у людей учатся, что называется. В дальнейшем такого уже не будет. Дороги прямые, не ухабистые. Получить на этих дорогах урон, это, знаете, ребята, это из серии... Не знаю. Это из серии очень постараться надо. И то это даже при повышенном старании вряд ли урон получишь. Вот я еду на автомате, что называется, газ в пол. И даже при каких-то мемолистических вот этих неровностях урон получить практически невозможно. О, уже интересно начинается. Так, а здесь у меня точка слева была, смотрите. Или была, или будет. В принципе, я здесь не так уж и далеко от нее. Вот она, точка. Как я вовремя на карту-то посмотрел. Все точки расположены достаточно комфортно. Искать их не приходится. Ни по каким джунглям лазить тоже не приходится. То есть автор реально позаботился о том, чтобы точки были легко доступны. Он мог бы там запендюрил бы куда-нибудь посредине леса и делайте, что хотите. Так, давайте доедем, наверное, уже до точки разведки. И, собственно говоря, до самого лесоповала. Но вот лично мне, вот лично мне, мне сам лесоповал не особо интересен по той простой причине, что я играю, если играю, прохожу, я имею в виду, да, карту, то я играю в режиме симулятор. Да, слушайте, наверное, надо было шишигу брать. Прямо-то КАМАЗ вообще вот вроде вода водой, да, там ничего особенного, но... Еле едет. И соляры нам может не хватить на нем. Хотя вот сейчас он жрет-то всего-навсего на повышенной, с заблокированным дифференциалом, жрет всего 2-3 литра. Вообще копейки, в принципе. Да, с лесом тут, конечно, проблематично будет ехать, реально, ребят, наверное, без вспомогатора такого в виде К-700, либо К-7310, тут не обойтись. Хотя, кто знает. Так, опасный уровень воды уже у нас здесь показывается. Да, вообще встали. Ну, вот, честно говоря, вот не люблю я вот этот 6520. Бестолковая машина, я считаю, в игре. Толку от него в игре вот просто никакущего. Это, по-моему, на широкой реке, что ли, поставили его. Тоже стоит там возле гаража, там неподалеку. Ну, что им делать? Вот, 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 я вот помнится мне, мы с ребятами обычно традиционно проходим все дефолтные карты после каждого обновления. Кстати, после последнего обновления еще не проходили. Вот, проходим карты. И помню, увидел, стоит там вот это 6520. Он просто мертвый был. То есть, не то, что он сломан, нет. Он просто не ехал. А лебедка здесь не тянет. О, тянет. Обалдеть, мы заехали, ребята. Надо было лучше, конечно, сюда 6522. Вообще было бы шикарно. Так. Вот она точка. Я вижу ориентир. Я еду к ней. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра. Она на дороге вообще искать не надо. Не офигенно. В этом плане офигенно. Непременно все будет офигенно. Вот, кстати, сделано. Вот тоже я так же делаю. По такому же принципу. Сажаю лесочек вдоль карты. Вот. Чтобы эти квадратики особо в глаза не бросались. Классно сделано вот в этом плане. Во, ребят, смотрите. Здесь у нас не только лесоповал, но еще и точка погрузки. То есть, в принципе, все очень классно сделано. Все продумано. Ну вот, собственно говоря, мы вот эту часть открыли с вами. Давайте-ка мы теперь перепрыгнем на Шишигу. На Шишигу. И поедем-ка... Так, пересечем. Так, пересечем. Ой, пересечем этот бродик и... Будем разведать другую часть карты. Так, главное здесь неправильно ехать. Ах, ах, ах... Так, ах... Ах, ах... Ой, там вагончик какой-то валяется Ну, ориентир, да Вот нам сюда куда-то надо В принципе, по прямой Водяная дорожка Мне нравится по воде вот так, знаете, ездить Так колесики мыть Ну вот Углаз дал колеса Помыл называется Так, здесь у нас дорожка-то разветляется Так, и куда бы мне податься Можно поехать Налево Это куда-то сюда мы приедем Давайте точку, что ли, откроем вот эту Только я не знаю, надо ли вообще ехать для этого Налево Да нет, скорее всего не надо Попробую на Шишиге По лесу проехать В принципе, тоже автомобиль Хороший Оп-оп-оп Ух ты Нифига себе Отдался Вроде-то Не очень сильно А урона Нанеслось Прям Я офигею Блин, вообще Еле касаюсь деревьев Урон просто вот Как сумасшедший На меня нападает Блин, надо же было Так Шишигу Закосячить Надо ездить По дорогам Так Вот у нас 4320 Кстати говоря 4320 Интересно В каком же он состоянии Я посмотрел бы Если честно Здесь, кстати, брод, наверное Давайте Доедем до 4320 Постараемся Здесь Что-то Как-то Холмисто Не знаю Залезет ли она Давай-давай-давай-давай-давай-давай Нет, не даст Не-не-не Не хватает Маленько Немножко Не хватает Ладно Подсобим Лебедочкой Так Уже темнеет Надо Пересесть Какой-нибудь другой Автомобиль Наверное Ой, я в дерево Уперся Блин Бесец Какой-то Ей-богу Так, а страшно Полюс В потемках-то Лазить О, здесь гора Какая Мать честная Вот это я приехал Так, главное Не завалиться Шишиговский Триал Такой У меня Тут Ать Блин, я урон Уже нахватал Пипец Я не знаю Уж какая-то Шишига Больно нежная Прям Не трожьте Меня Что это А, о За вагоном То и не видать Было Так, давайте Посмотрим На состояние Ну, вы знаете Это лучше Чем Шишига Так, сейчас Время переведу Так, и поехали-ка Мы с вами На Урале Так Где мы еще не были Вот здесь В обратную сторону Урал Это вообще Вещь Я считаю Полный бак У нас Ребят Урона Я думаю Столько не набью Во, сразу Чувствуется Мощь В руках Я уж думал У нас такого Ничего подобного И не будет На этой карте У нас Кстати Еще в запасе 255 Есть Я так думаю То есть Я его Еще здесь Не видел Что, в лес Что-ли Ехать? А, поехали В лес Потихонечку Полигонечку Торопиться не будем Ну, автор Конечно Наверное Я так думаю Не планировал Что здесь Будут по лесу Ездить Прямо Какая-то Просика Или мне так кажется Да Просика Закончилась Дремучим лесом Здесь Я наверно Не пролезу А не пролез А нет Не пролез А не пролез Вот здесь Я точно Не пролезу Такой Здесь Один урон Мам Начался Ну и где точка-то? Э Меня что Обманули? А вот она Бывает Так Точка погрузки Там точка погрузки Тут точки погрузки Нарисоповали Точка погрузки Обалдеть От души Точка погрузки Короче Ой А как бы Мне туда вернуться То Что опять По лесу? Вы знаете Что-то как неохота А давайте Я по берегу Наверное Лучше проеду А может Вообще Вот сразу Сюда О да Там краска Кстати стоит Так Как мне туда Ой нет Не так Вот так Посмотреть Хотя бы Ну кстати Там Мне Такой Густой Лес Попробуйте Здесь Проехать По реке Я не поеду Это Наверное Совсем Было бы Безумие Не река А озеро Я не знаю О Все было Гораздо проще Точка погрузки Ребят 255 Тут уже Стоит На готове Давайте Проверим Его состояние А то Может Не на таком Хорошем Готове Отличном Готове Ребята У нас Он и заправлен И отремонтирован То есть Все как Должно Быть Ну и Хотелось бы Вот эту точку Уже Открыть Как Где у нас Дорога Типа Дорога Должна Типа Здесь Что ли Типа Вот Эта Дорога Что ли Вау Че то По моему Как то Маленько Заросла Не Ну она От этого Хуже Не Стало Это Однозначно Я Люблю Такие Заросшие Дороги Дикости Какой то Дает Добавляет В карте Вот эти Заросшие Дороги Не Ну знаете Если Я так понимаю Здесь практически Полный пак Автомобилей За исключением КамАЗа 6522 Вот То в принципе Вот пилорамка У нас Еще Одна Ого Вот это Я съехал Не Очень Удачно Прохождение Здесь Покажется Просто Изи Что называется Очень Легким Полный Пак Автомобилей За исключением Одного КамАЗа 6522 Ну вот Ребят Собственно Говоря Вся Карта Единственное Кого я Не Открыл Это 7310 Это Пускай Он Останется Для Вас Если У вас Появится Желание Вы Сможете Сделать Это Сами Вот Ну что Ж В заключение Могу Сказать Достаточно Неплохая Карта По моему Это Наверное Одна Из Первых Если Не Первая Карта Данного Автора Человек Еще Учится И С учетом Того Что Он Еще Учится Еще Учится Он В принципе Делает Достаточно Очень Хорошие Красивые Качественные Карты На которых Действительно Очень По которым Действительно Приятно Ездить И Я думаю Даже Очень Будет Приятно Их Пройти Вот Ну Что ж Ребят Заключение Большое Всем Спасибо За Просмотр Подписывайтесь На Мой Канал Вступайте В мою Группу Вконтакте Группа Вконтакте Называется У меня Винторган 177 Спинтарес На Всякий Случай Также Будет Еще Оставлена Ссылка Под Видео На Мою Группу И Всем Пока